Добрый день! В эфире Якутия. В ближайшие минуты расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Новые пенсии в новом году в Пенсионном фонде России рассказали об изменениях в 2018. Сорплаты учителей, строительство новых школ и не только. Педагоги республики обсудили вопросы образования. Тяжелотехнический и морально альпинисты из Якутии покорили Эльбрус. Материнский капитал можно будет направить на оплату дошкольного образования. В России завершается мораторий на использование средств таким образом. Об этом и не только на пресс-конференции говорил управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда России Георгий Степанов. В частности, речь шла об изменениях в пенсионной системе в 2018 году. Семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Программу материнского капитала продлили до 2021 года. Появился новый вид пенсии. Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Работу республиканских властей усовершенствовали. Общественность республики обсуждает новый указ руководителя региона Егора Борисова о повышении эффективности государственных служащих. Как рассуждают эксперты, такой комплексный подход веяние времени. Стремительные изменения в экономике, в технологиях и других сферах требуют гибкого подхода к управлению задачами. Работу по повышению эффективности госслужащих направят на изменения и упрощение системы управления органов исполнительной власти. А первый пункт указа – это создание центра управления изменениями. В этом центре изменения там будет где-то 7 структур. То есть это структуры будут как конкретные какие-то департаменты, так и некие виртуальные структуры, что-то типа рабочих групп в разных министерствах и ведомствах. Просто мы будем работать более скоординированно. И в целом все всегда направлено на конечного потребителя наших государственных услуг, которым являются как раз-таки граждане, бизнес. И основная задача в том, чтобы мы менялись не через год, через два, а чтобы эти изменения были более гибкими. Реакция на запросы общества и бизнеса была более стремительная. Педагоги республики обсудили вопросы качества образования. В Якутске прошла встреча заместителя председателя правительства республики Алексея Дичковского с работниками образования. Она прошла в форме диалога. Педагоги озвучили ряд проблемных вопросов. Это и зарплаты учителей, и строительство новых учебных заведений. Затронули и проблему создания мест в дошкольных учреждениях для детей от одного до трех лет. В 2018 году мы будем проводить свой профсоюзный контроль, свой профсоюзный мониторинг именно по выполнению норматива наполняемости классов. Он зависит, конечно же, от количества тех школ, которые существуют в городе Якутске. Если бы учитель работал в классе, где норматив 25 детей, соответственно, качества образования было бы больше. Всего одна неделя осталась до завершения срока приема заявлений на участие в едином государственном экзамене. Выпускники школ текущего года подают заявление по месту учебы. Выпускники же прошлых лет могут подать заявление в любую школу по месту проживания, независимо от прописки или в муниципальные органы управления образования. В заявлении необходимо четко указать обязательные предметы и предметы по выбору. 1 февраля заканчивается срок подачи заявлений выпускников, которые в этом году сдают единый государственный экзамен, а также лиц, которые закончили школу в предыдущие годы. Если по каким-то причинам сроки эти были пропущены, обязательно заявление рассматривается на заседании Государственной экзаменационной комиссии республики. Уважительной причиной может быть болезнь, может быть пребывание службы в армии, может быть пребывание в каком-нибудь другом городе, где не было возможности откуда подать заявление. Две сотни жителей Алданского района находятся в поиске работы. Желающие трудоустроиваются, осваивают новые профессии, а органы и занятости совместно с властями, в свою очередь, формируют рабочие места. Что делать, когда умения соискателя не совпадают с потребностями работодателя? Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Ситуация на рынке труда неоднозначна. В бюджетных сферах, например, в образовании и здравоохранении, имеет место недокомплект кадров. На промышленных предприятиях спрос превышает предложение только на некоторые специальности технического профиля. По статистике общая безработица составляет 800 человек, то есть это те, кто не заняты на производстве. А зарегистрировано в службе занятости на 1 января всего 197 человек. Алданский район промышленный, и большинство технических специалистов востребовано. А на должность сторожа или уборщицы устроиться сложно. Предложений неквалифицированной работы на рынке труда мало. Если в городе найти работу все-таки можно, то ситуация по занятости в селе в большей степени неблагополучна. Центром занятости совместно с органами исполнительной власти разработан ряд механизмов. Позволяющих жителям трудоустроиться и зарабатывать. Комплекс мер нацелен на поддержку предпринимательства и стимулирование самозанятости. Мы рассматриваем совместно с администрациями поселений, где гражданин, откуда он заявился. Здесь, конечно, мы в обязательном порядке выясняем необходимую деятельность на территории того или иного поселения. Ежегодно для незанятого сельского населения организуются сезонные общественные работы. В 2018 году к общественным работам планируется привлечение порядка 50 человек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. В медицинских учреждениях республики должны появиться высокоскоростные каналы связи. Это одна из главных задач Министерства связи Якутии на этот год. Об этом сообщили на отчете главы ведомства Александра Борисова. По словам министра, в 2017 году охват сотовой связью в регионе составил почти 100%. В декабре завершилась реализация программы развития телерадиовещания. В наступившем году продолжится работа по прокладке ВУЛ с полинием Мирный Нюрба и Якутск-Сунтар. А в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек планируют установить точки доступа к сети интернет по беспроводным технологиям. Самые главные проекты это, во-первых, по инфраструктуре строительства оптоволоконной линии и продолжение строительства Вилюческого экспресса. В этом году, буквально в феврале, начнется строительство из Мирного в сторону Сунтар. И мы ожидаем, что в третьем квартале этого года эта линия достигнет города Нюрба. И мы надеемся, что осенью этого года в городе Нюрбе и уже летом этого года в селе Сунтар будет высокоскоростной интернет. И также наши сотовые компании там начнут работать над улучшением сотовой связи. Федерация автомотоспорта Мирненского района отчиталась о проделанной работе перед районными и городскими властями, а также спортсменами. Чем живут авто- и мотогонщики района, расскажут коллеги. Авто- и мотоспорт в Мирненском районе набирает популярность. В этом немалая заслуга недавно созданной федерации. Ее руководитель рассказал об основных событиях ушедшего года. Так, в 2017 году в Айхале впервые прошли официальные автогонки. В мае большим джип-спринтом открыли гоночный сезон в Мирном. А осенью состоялся третий открытый чемпионат Мирненского района «Буры-Трофи». В этот раз его провели в самом сложном, в 18-часовом формате. У нас существует 8 классов. 8 классов. Каждый участник, это даже считаю, и вело, и пеше ориентирование. Также хотим напомнить, чтобы не забывали жители города и района, что можно принять на обычных, совершенно красивых, блестящих автомобилях участие в соревнованиях. Они называются у нас класс туризм. В марте федерация организовала тяжелое путешествие в город Качу к Иркутской области. Это был марш-бросок по бездорожью длиною в 3400 километров. Задачей участников было добраться до места, где изображены наскальные рисунки древних людей, среди которых и герб Якутии, известный всадник с копьем, нарисованный аборигенами тысячи лет назад. Мы встречали глава города. Мы традиционно подрели мраморную табличку, таким образом отметив историческую точку наших автопробегов. Федерация автомотоспорта ведет годовой рейтинг самых активных спортсменов. Результативными были признаны Евгений Фишер из Удачного и Руслан Варзаков, постоянные участники всех соревнований федерации. Мероприятия, которые проводятся по техническим видам спорта, это всегда интересные мероприятия. И существует несколько клубов разных направлений, которые развиваются. Очень приятно, что они развиваются, привлекают большое количество народу. И гонки привлекают большое количество участников, как из города, так и из ближайших поселений. Судя по отчетному периоду, работа поставлена на хороший уровень, и городская и районная администрация довольны проведением необходимых соревнований. Сейчас в федерацию входит пять автомотодвижений. По словам руководителей, это не предел. Они всегда рады видеть у себя в рядах неравнодушных спортсменов, способных развивать технические виды спорта. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутские альпинисты развернули флаг Якутии на вершине Эльбруса. Восхождение совершил Евгений Кривошапкин и Айсен Федотов. Эльбрус – это высочайшая точка России и Европы. Она привлекает не только новичков, но и опытных альпинистов со всего мира. Зимнее восхождение на эту вершину очень тяжелое как в техническом, так и в моральном плане. Эльбруска таксует темно, как и все. Мы выбрали стандартный маршрут, много не стали думать насчет маршрута. С южной стороны, как мы долго не могли ждать, решили 20-го пойти на восхождение. Риск был, что будет плохая погода, но все равно решили попытаться. В душе есть уже любовь к горам, любовь к высоким горам. Поэтому мы решили пойти на самую высокую вершину Европы. А тем временем в Якутию прибыл легенда альпинизма, звезда мирового спорта Симоны Моро. Его цель – восхождение на гору Победа, на и высшую точку Якутии и Восточной Сибири. За спиной Симона 13 восхождений на 8 восьмитысячников. Моро покорил множество горных вершин, как в классическом, так и альпийском стиле. Для восхождения на Победу спортсмен собрал команду. В нее вошли легендарная альпинистка Тамара Лунгер, фотограф Матео Занга и журналист National Geographic Филиппо Володи Алибарди. С логистикой им помогают члены Федерации альпинизма и скалолазания Якутии. Доброе утро, Якутия! Это экспедиция вершины Победа. Меня зовут Симоне Моро. Филиппо? Тагана. Матео. Матео. Спасибо большое. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Огромные долги по квартплате, умышленное засорение водопровода. С такими проблемами ежедневно сталкивается гастрой в Покровске. Почему люди так поступают со своим же имуществом и как с этим можно бороться? Больше двух тысяч рабочих мест для якутян. Указ руководителя региона о сокращении количества привлекаемых к труду иностранцев расширен. Флаг Якутии на Эльбрусе якутские альпинисты покорили самую высокую точку России и Европы. На этом все. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале.